Всем привет! Всем привет! Начинаем наше новое видео. Сегодня один из наших таких любимых дней в году в Чикаго. И это день, когда проходит Chicago Open House, Architecture Open House. Это те выходные осенью, когда многие небоскребы, музеи, церкви открывают свои двери. И туда, куда иногда просто сложно попасть, иногда вообще невозможно попасть. В общем-то, один день в году такая возможность открывается. Поэтому сегодня мы будем гулять по интересным зданиям в Чикаго. Снимать это на видео, чтобы потом смонтировать хорошенькое видео. Выложить его на наш канал, чтобы вы его тоже посмотрели. И вот вы его и смотрите, да. У нас в планах несколько таких точек, где мы не были раньше. Что-то, где видели или там проходили раньше. В общем, начинаем наше субботнее довольно холодное утро. С утра было 3 градуса, когда мы вышли из дома. Сейчас чуть-чуть потеплело. Сейчас 9. Но ожидается, что будет до 14 градусов. Ну да. Должно быть солнечно, ясно. И надеемся, что день удастся. Так что начнем с музея. Вот мы уже подходим. Это греческий музей в Чикаго, который находится в греческом районе. И вот сейчас туда как раз заходим. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 Доброе утро. Сегодня уже воскресенье. Время 7 утра. Мы отмечаем наш второй день архитектурного уикенда пробежкой. И не просто пробежкой, а таким соревнованием. Сегодня мы участвуем в забеге, который называется Frank Lloyd Wright Race. То есть это забег в честь известного архитектора Frank Lloyd Wright. Забег проходит в городе Oak Park, где мы живем. И где очень много домов, которые построил Frank Lloyd Wright. И маршрут забега выстроен как раз так, чтобы пробегающие, участвующие оценили красоту его зданий. И здесь на самом деле несколько забегов. Есть детский забег на одну милю. Есть забег на 5 километров. И забег на 10 километров. Я бегу сегодня 5. А я бегу 10. Мы разделились. И сейчас 7 утра. Очень холодно. Буквально 4 градуса. Сейчас показывал термометр. Так что сейчас будем разминаться. И через уже полчаса стартуем. Так, здесь сейчас уже будет старт забега на 10. Антон здесь стоит. Потому что он бежит забег на 10. Холодно, холодно. Те, кто бегут 10 километров, стартуют первыми. В 8 утра. А в 8.15 будет уже наш старт. Для тех, кто бежит 5. Регизируем практически потом вместе с разницей в 10-15. Делаем ставки на то, сколько мне придется ждать Антона. Надеюсь, немного. Спасибо за субтитры. И так мы закончили. Получаем нашу еду, бананы, воду, гатарейт, батончики. Ну что, было здорово. Мы сейчас в конце, когда уйдем, а тише будет, проведем как наше традиционное интервью с бегунами. Так что увидимся через пару минут. Кто хорошо бегает, тот хорошо пьет кофе после, да? Наш забег проходил в центре Oak Park. И здесь, неподалеку, есть вот такая кофейня, которая называется Hair Grounds. Мы давно хотели сюда зайти, но как-то все в руки не доходили, ноги не доходили. Но сегодня зашли, и после забега решили побаловать сюда кофе от местных обжарщиков. Тут вообще очень популярное место, все забито, все, кто заканчивают. Потому что окончание финишной линии находится буквально за углом, и все суда сразу стягиваются. И тут так прикольно. После забега мы уже добрались до дома, покушали, помылись, переоделись. И сейчас готовы записать немножко разговоров о том, как мы готовились к забегу, и расскажем о наших результатах. Так, говорит, забег был официальный, у нас были официальные такие вот номера, и на них был такой электронный какой-то вживлен чип. И когда мы финишировали, эти результаты зафиксировались, и вот уже спустя там буквально час результаты появились на сайте. Можно посмотреть, как ты пробежал, как пробежали все остальные, и сравнить свои результаты. Давайте начну я. У меня получилось 5 километров за 28 минут 56 секунд. При этом темп был примерно 9-19 в милю, и мой результат стал 214 среди всех остальных участников, каковых было 790 человек. Те, кто бежали 5 километров. По-моему, очень неплохой результат. Да, я осталась очень довольна этим результатом. Честно говоря, я думала, что я пробегу примерно за 30 минут, потому что на тренировках я пробегала эту дистанцию где-то за 31-31,5 минуты. Я знала, что на забеге, скорее всего, буду бежать быстрее, чем на тренировке, но не ожидала, что настолько быстро. Так что отличный финиш. Мой результат – это 10 километров забег, 54 минут 35 секунд, скорость 8.48 на милю, и это результат 220 среди 576 участников, которые бежали на забег 10 километров. Тоже результат хороший. Я рассчитывал примерно на 55 минут. Ну, в общем-то, почти так и получилось, но выбежать из 55 минут – это хороший результат, так что я доволен забегом. Ну, как тебе забег? Ну, забег классно был организован. Это было в нашем городке, буквально совсем недалеко от нашего дома, так что там не надо было никуда особо ехать. Мне только не понравилось, что забег был очень рано, и к вечеру уже хочется очень спать, и даже к концу забега уже такая усталость, как будто ты уже очень много сделал за этот день. Ну, на самом деле, действительно много пробежал. Мне тоже все понравилось. Пожалуй, единственное, что можно было бы сделать лучше – это сделать место, где люди сдают свои вещи чуть поближе к старту забега, потому что так это находилось примерно на расстоянии, не знаю, 600, может быть, метров от стартовой точки. И так как это было с утра, было еще довольно холодно, после того, как мы сдали свои куртки, мы еще такие были не особо разогреты, и пока дошли до места старта, я чуть-чуть подмерзнула. Ну да, и в конце тоже, ты когда заканчиваешь такой разгоряченный, надо идти брать вещи, а ты довольно далеко, пока там пройдешь все спонсорские ряды, где тебе там дадут разные всякие штуки, еду там. В общем, тратишь время, пока найдешь, пока оденешь куртку довольно долго. Ну, будем надеяться, что еще не так холодно, чтобы заболеть. Еще мне очень понравилось, как на протяжении самой дистанции везде стояли поддерживающие нас люди, то есть это приходили просто местные жители, кто… Они выходили из дома. Они очень поддерживали, аплодировали, кричали какие-то мотивирующие слова, типа «давай-давай, ты все сможешь, бегите», и это очень поднимало настроение. Маршрут, кстати, был сделан довольно удачно, был сделан мимо многих интересных мест в нашем городке, так как это Фрэнк Лойт Райт Рейс, он посвящен архитектору Фрэнк Лойт Райту, и он проходил через дома, которые он здесь построил в этом городе, то есть можно было бежать и смотреть. Как раз 5 и 10 километров они стартовали в одном месте, и потом определенный момент они так немножко разошлись, 10 километров побежали кругом, и потом вернулись к тому же самому финише, где 5-километровщики уже финишировали. Да, мне вообще очень понравилось, как они разнесли дистанции для этих двух забегов на 5 и на 10 километров, то есть те, кто бежали 10, стартанули чуть пораньше, потом стартанули мы на 5, мы прибежали на 5, и как раз практически сразу после нас прибежали те, кто бежал 10, то есть мне не пришлось долго ждать Антона на финише, и все было довольно удобно. Ну что, давай сейчас немножко поговорим про то, как мы готовились. Было видео, как я бегал 10 километров летом в Чикаго, и там у нас такое небольшое интервью, где мы обсуждали, что я начал бегать с приложением Nike Run. Если не смотрели это еще видео, посмотрите. А давайте сейчас теперь обсудим, как мы готовились к этим забегам. Давайте начну я, потому что я в беге был такой, можно сказать, новичок. 5 километров для кого-то может показаться очень маленькой дистанцией, которую они там бегают, да, каждое утро, но для меня это было довольно серьезным воспитанием, потому что я никогда не бегала особо длинные дистанции, и, наверное, самое длинное расстояние, которое я когда-либо пробегала, это было там 3 километра где-нибудь на физкультуре в школе. При этом я не думала, что это невозможно, но мне всегда казалось, что у меня может не хватить какой-то устойчивости, мне может надоест бежать, я устану, у меня не хватит какой-то общей выносливости организма. Поэтому к забегу я тренировалась, тоже по приложению Nike Run Club. Я выбрала там тренировочный план на 5 километров, и этот план был рассчитан на 8 недель. Каждую неделю там было 5 тренировок, но я не пробегала 5 тренировок в неделю, я обычно делала где-то 3-4, и, наверное, всего одну или две недели мне удалось выбежать все 5. На каждую неделю всегда было 2 тренировки в легком расслабленном темпе, где цель была пробежать определенное количество времени, то есть, например, выходить и бежать 25 минут, или выходить и бежать 35 минут. При этом не важно было, с какой скоростью ты бежишь, какое расстояние ты пробежишь, важно было, что твой организм просто тренируется бежать какое-то продолжительное время без остановки. Также каждую неделю там всегда было 2 тренировки, которые назывались speedrun, то есть это тренировки на развитие скоростных характеристик, и они давались мне тяжелее всего, потому что в этих тренировках обычно нужно было чередовать разные темпы бега. Бежать быстро и тяжело. Например, 2 минуты бежать в очень быстром темпе, потом после этого минуту бежать в медленном темпе, потом опять в быстром. И эти тренировки практически никогда не повторялись, они были очень разные, практически все они давались мне непросто. И всегда было желание, конечно, пропустить их, но я старалась всегда делать так, чтобы хотя бы одну speedrun-тренировку на неделе я пробегала. И одна тренировка в неделю всегда называлась longrun, то есть как бы дословно длинный забег, при этом длина этого забега варьировалась, и на самых первых неделях длинный забег на самом деле был весьма недлинным. Не очень длинный. И расстояние, которое нужно было пробежать на длинном забеге, было километр, полтора или два, но под конец тренировочного плана именно тренировка длинный забег уже стала близка к той дистанции, на которую я тренировалась. И в какие-то недели длинный забег был даже длиннее, чем сам забег пять километров, который был у меня цель. И я помню, что две недели я бегала примерно по семь или даже семь с половиной километров. Как тебе вообще тренировки на экран? Тебе понравилась идея, что тебе тренер что-то говорит на ухо и как бы помогает тебе? Хотя его нет здесь, не присутствует на твоей тренировке, но вот тебе же предложение. Да, мне понравилось. Причем все эти тренировки были разные. Там тренерский голос часто повторялся, но часто были какие-то приглашенные эксперты. И вот некоторые из этих тренировок были прям очень забавные, веселые. На некоторых там задавали какие-то вопросы для размышления, на некоторых тренер давал тебе советы, на некоторых просто были рассказы про других бегунов. В общем, было прикольно. Последняя неделя в моем тренировочном плане как раз содержала в себе тренировку, которая называлась «Забег на пять километров». И я включила эту тренировку в тот момент, когда я стартанула на забеге. То есть весь забег я бежала с голосом тренера, который мне подсказывал какие-то советы. «Давай, давай!» И поддерживал. И, в общем-то, сейчас я закончила свой тренировочный план, который был всего 8 недель. А тренировочный план Антона еще не закончился. Расскажи об этом поподробнее. Да, я тоже тренируюсь с Micron Club. В прошлом видео мы так сказали, как-то немножко скептически, что мы вроде не тренируемся по планам. Я тогда спросил Настю, хочет ли она попробовать. И ты сказал, что не особо как-то пока хочешь. А буквально через несколько недель после того забега мы уже вписались в новый тренировочный план. И мой тренировочный план – это план на полумарафон. То есть 21,1 километра. Это итоговая точка. И это на 18 недель. То есть, в принципе, у меня после сегодняшнего забега еще много недель тренировочных впереди. И, в принципе, все тренировки очень похожи. То есть, это тоже 5 тренировок в неделю. Я старался бегать по 5. Практически у меня на многих неделях вот получалось до этого. И, в принципе, так и буду продолжать. Иногда 4 тренировки, тоже иногда 3. Ну, в зависимости от загрузки, конечно. Но, в принципе, идея та же самая. То есть, это два таких более расслабленных забега. Два – это скоростных забега. Причем там абсолютно они бывают разные. Там долгие, короткие. Иногда там бывают супер короткие. Там 20 минут всего. Но тоже сложно. И long run – это длинный забег. Сейчас он у меня так середина тренировочного плана. Сейчас длинные забега примерно 10-15 километров. То есть, в принципе, сегодняшний забег, он был вписан в тренировочный процесс как раз вот подготовки к полумарафону. Ну, а дальше вот после этого забега у меня в планах 15-километровый забег. Это Hot Chocolate Run традиционный, который проходит в Чикаго в ноябре. Уже по холодной погоде. И это 15 километров. Посмотрим, как там будут результаты. И в конце сезона, наверное, уже в декабре, я буду завершать свой тренировочный план полумарафоном. Это неофициальный забег. То есть, нет официального забега сейчас в Чикаго на полумарафон в это время года. Есть в сентябре, есть в мае. Такие вот традиционные чикагские забеги. Но я устрою сам себе забег, когда захочу. И как раз конец моего тренировочного плана. Это будет полумарафон чуть больше 21 километра. Ну и посмотрим, как это все пройдет. Тем самым закончится вот мой тренировочный план на Micron Club. Какие у тебя планы на тренировочный беговой год? Я решила, что я еще недели 2-3 побегаю уже просто в свободном режиме, без какого-либо плана. Тоже я буду слушать какие-нибудь тренировки из этого приложения. А потом я сделаю перерыв. Из-за того, что я, в принципе, как я уже сказала, новичок в беге. Это мой такой первый беговой сезон. Я решила, что я не буду пробовать бегать по улице зимой, потому что я пока к этому не готова. И как только температуры совсем уже упадут и будет холоднее, чем градусов, не знаю, 10-12, я перестану бегать на улице и вернусь к бегу уже весной, когда будет тепло. Наверное, где-то в апреле, может быть, в мае. С новым тренировочным планом? Да, я пока не знаю, что я захочу побегать в следующем году. Может быть, я захочу увеличить дистанцию бега, чтобы бежать уже не 5, а, не знаю, 7, 8 или даже 10 километров. Или, может быть, наоборот, мне не захочется увеличивать дистанцию, а захочется научиться бегать побыстрее. Например, пробежать те же 5 километров, но за меньшее время. В общем, я пока не знаю. На зиму я пока бегать прекращаю, сконцентрируюсь на других видах спорта. Антону желаю удачи в его тренировочных беговых планах. Спасибо. Но я тоже закончу, сделаю паузу на зимние месяцы. Я тоже пока не очень готов морально бегать длинные дистанции по холоду. То есть пока тепло и пока, естественно, есть тренировочный план, пока не пробегу полумарафон, я буду бегать. А потом сделаем паузу несколько месяцев до весны, когда уже будут теплые месяцы. И вернемся с новыми силами. Вот такой у нас получился забег на архитектурный день. Интересно, понравилось. Наверное, в следующем году, может быть, даже и тоже поучаствовали бы, если получится. Может быть, и поучаствовали бы. Да, так что посмотрим. Ну, будем заканчивать рассказ про наш забег, да? Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Поделитесь, если вы бегаете, не бегаете. Как вам это интересно, не интересно. Поделитесь впечатлением про наш архитектурный день. Как вам небоскребы и центр города. Всем спасибо и пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok